10 из 50 водителей маршруток в Омске – должники. Таковы результаты рейда, которые совместно провели судебные приставы и госавтоинспекторы. Некоторые о своей задолженности услышали впервые. Впрочем, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. О том, на каких машинах иногда ездят омичи, и о том, кто нас порой возит – наш следующий сюжет. Вы не знали о своей задолженности? Ну, конечно, нет. Я ее продать-то продал, и все по доверенности. Водитель маршрутки Петр утверждает, что о долге слышит впервые. Извещение на его имя не приходило. А если такие бумаги были, то, возможно, говорит мужчина, бывшая жена могла утаить их. Место жительства рулевой после развода сменил, а вот прописку нет. Все дело в том, что несколько лет назад Петр продал свою машину по доверенности, но на другого собственника так и не оформил. Транспортный налог все это время капал на его имя. Задолженность – 7,5 тысяч рублей. Я буду решать вопрос. У меня уже 12 лет ее нет. Почему я должен платить? Вы согласитесь со мной? Я буду решать этот вопрос. Вы уже извините, мне нахренто надо. Машины нет, может, ее вообще нет. А мне нахренто платить деньги. За что? Долги не единственное, чем привлек внимание Петр госавтоинспекторов и приставов. Микроавтобус, на котором он ежедневно перевозит сотни омичей, в неисправном состоянии. Инспектор составил протокол об административном правонарушении и вызвал эвакуатор. По поводу ваших долгов принести можете? Штрафы почему не оплачиваете? Я такую зарплату не получил. То есть вы штрафы не можете оплачивать, потому что вы не получаете зарплату, да? Виктор тоже водитель маршрутки. У него 8 неоплаченных штрафов на общую сумму более 10 тысяч рублей, а также задолженность перед пенсионным фондом в 40 тысяч рублей. Виктор честно признается, о долге знает, но платить нечем. Бывший работодатель со стов мужчины не рассчитался с ним за год. На этом маршруте он всего неделю. Решение суда в вашу пользу есть? Ну а как мы можем говорить об этом? Нам нужно решение суда в вашу пользу. Ну а как, если вы год обещает деньги? Всем должникам судебные приставы выдали требование явиться в территориальные отделы федеральной службы и оплатить задолженность. Если и на этот раз они проигнорируют закон, специалистам придется проверить их имущество. Оно может быть арестовано. Вырученные средства пойдут на погашение долга. Проверено на наличие задолженности около 50 водителей маршрутных такси. Из них было обнаружено 10 водителей, не оплачивающих штрафы ГИБДД. Такие совместные рейды проходят регулярно. Ведь значительная доля всех исполнительных производств, находящихся на исполнении в Омском отделении федеральной службы, это взыскание неуплаченных штрафов ГИБДД. Продолжение следует...